2021-й становится началом новой пятилетки. Для Бавруска год богат на грандиозные открытия и знаковые события. Здесь возводятся нужные социальные объекты, строятся многоквартирные дома с господдержкой и обновляются дороги. Один из самых крупных апгрейдов – от микрорайона Северный до конечной второго маршрута троллейбуса. Но главный подарок городу – обещанная президентом современная 35-я школа. Уютная столовая, просторные кабинеты, оснащённые лаборатории, витаминный бар, спортивные залы, лыжная база, тир и бассейн – всё это про неё. По традиции, на главной сцене Бавруска подводят итоги ушедшего года. В зале – представители трудовых коллективов, администрация города и руководство области. К событию всегда подходят ответственно и грандиозно, анализируют проделанную работу в экономике, строительстве, торговле, медицине, образовании, спорте и культуре. Здесь же ставят планы и на 2022-й. Есть много положительных моментов. Город динамично развивается. Ради объективности, если сказать, есть и недоработки. Но эти недоработки мы знаем, их понимаем и все вместе будем делать всё, чтобы наш город, наша страна и наши люди жили как можно лучше. В холле свои бренды традиционно презентуют городские предприятия. Свежая выпечка, натуральные колбасные изделия, ароматные десерты и фруктовые соки. Потенциал демонстрируют и дети. Почётным гостям показывают свои разработки в 3D-моделировании, робототехнике и программировании. Вместе с мэром Александром Студневым новинки тестируют высокопоставленные гости. В 2021-м бобруйские бренды продолжают выпуск и отгрузку востребованных и качественных товаров. Для реального сектора экономики год весьма эффективный. Промышленное производство возрастает более чем на четверть. Экспорт превышает 50%. Уменьшаются запасы на складах готовой продукции. Уровень остатков самый минимальный за 14 лет. Всё, что заводы производят, всё продают. В 2021 году мы сделали такой достаточно твёрдый, уверенный шаг в плане модернизации техперевооружения. Нашим предприятиям было освоено порядка 25 миллионов рублей на инвестиции. И всё это из чистой прибыли, из собственных денег. Всё это заслуга нашего трудового коллектива. В промышленных лидерах ТДИА, ТАИМ, Фандок, Пинскдрев, Эковерпро, Универсал Бобруйск, Баро, Сельмаш и завод растительных масел – компания, ведущая в Беларуси, в своей отрасли. Производство позволяет выпускать ежедневно до 70 тонн качественного растительного масла на европейском оборудовании. Рапсовое масло как никогда пользуется спросом последние несколько лет. Его особенность – состав. Он изготовлен исключительно из белорусских семян. Только за 2021-й продано 2000 тонн. 2021-й не обходится без престижной премии «Лидер года-2021». Бобруйск получает высокую оценку за создание условий для развития экономики, инвестиционного климата и социальной инфраструктуры региона. «Красный пищевик» заслуживает гран-при за новинку «Крем-мёд с имбирём и лимоном», «Бобруйска-громаш» – за инновационную технику, а «Рубикон» прославляет город на национальном конкурсе «Предприниматель года». Очень приятно, очень важно, что отметили нас в который раз. Для нас это почётно. Мы счастливы. Наше предприятие занимается производством рукавов высокого давления. Это достаточно сложный вид производства. В 2022 году у нас большие планы по выходу на экспорт, по производству наших рукавов и поставки предприятиям Российской Федерации. Медики в режиме 24 на 7 не прекращают бороться с коварной инфекцией. В учреждения здравоохранения приобретаются холодильные оборудования для хранения вакцины и автомобилей для станции скорой неотложной медицинской помощи. По последнему слову техники оснащаются как больницы, так и поликлиники. Борьба с COVID-19 становится общим делом. Среди взрослых и подростков активно ведётся прививочная кампания. В адрес медиков в этот день звучат самые искренние слова благодарности. Среди стационарных учреждений первое место занимает БЦБ, второе – у роддома. «Остановлюсь на одной из самых чувствительных сфер, касающих каждого из нас – здравоохранения. Проблем здесь хватает, но и позитивных результатов тоже. Приняты меры по обеспечению доступности диагностики, развитию материально-технической базы учреждений, обновлён парк скорой медицинской помощи, завершены работы по установке газификаторов в Бобруйской центральной больнице, рентген-кабинета в третьей поликлинике». 2021 запомнится как непростой и особенный год. Закрывались границы, но появлялись новые возможности. Мы держали дистанцию, но были близки. Совершали технологические прорывы и чтили национальные традиции. Впереди, без сомнений, ещё больше свершений и трудовых подвигов.